Россия! Огромный самодостаточный рынок, сотни радиостанций, которые крутят отечественную поп-музыку, сотни тысяч маршруток, сотни тысяч караоке, сотни тысяч кафе, где эта музыка играет. Да, каждый музыкант, композитор, паэт, в нашей стороне должен покупать шотландские замки, роз-ройсы, дома на Рублевке, лондонские квартиры. Но все это вместо них покупает другой человек, руководитель российского авторского общества. Смотрите расследование Георгия Гривенова, как музыка одних делает богатыми духовно, а других совершенно материально. Зато на фешенебельных яхтах можно увидеть главу РАО Сергея Федотова, часто в компании его мамы Веры Владимировны. Она пришла работать во Всесоюзное агентство авторских прав еще в 1978-м, когда сыну был всего год. Когда в 2004-м ее сын Сергей возглавил уже российское авторское общество, мама стала его первым замом. Автор музыки к песне «Мамины глаза» Евгений Кобылянский в своей студии работает над альбомом «Претензии семье Федотовых». Главная из них – непрозрачность системы сбора и отчисления авторских гонораров. «Федотов энд мазер» или наоборот «Федотова энд сон». Такой семейно-рабовладельческий кооператив. Система должна работать как система, а не как просто насиженное место с отработанным алгоритмом, скажем так, перекачивания, отмывания. На 2013-й год российское авторство общества собрало авторских отчислений на 4 миллиарда 400 миллионов рублей. При этом авторам выплачено 3 миллиарда 200 миллионов. Остальное – доход общества. В прошлом году собрано уже 4,6 миллиарда. Авторам ушло 3 миллиарда 400 миллионов. Остальное – снова себе. Но как и на что потрачена тайна за семью печатями? Поэт Александр Вулых вместе с другими авторами решили рассказать отнюдь не участковому, но писали заявление в Следственный комитет. РАО, организация, которая занимается другими правами, смежными, получает от, допустим, 25-30% общего сбора. И поэтому вот эти деньги и занимают главное внимание. А как они распределятся авторам, там хоть трава не растет. Журналистам стала известна примерная схема вывода из собственности РАО дорогостоящей столичной недвижимости. РАО учреждает ЗАО – сервисная и эксплуатационная компания, куда передаются 4 объекта недвижимости и 13 автомобилей общей стоимостью 557 миллионов 710 тысяч рублей. Но далее СЭК, которая, по идее, должна управлять нежилым фондом, поступает с ним крайне странно. Учреждается еще одна компания ЗАО – Медиа Менеджмент, в которой передается один из объектов недвижимости. Далее он продается частному лицу. И тут же, по странному совпадению, почти на всю сумму вырученных от сделки средств следует серия выклад сразу девяти компаниям. Кто-то получает 16,5 миллионов за ремонт офиса, а кто-то почти 12 миллионов за офисную мебель. Вскоре ЗАО Медиа Менеджмент ликвидируется, а бюджет РАО остается и без недвижимости, и без уплаченных за нее миллионов. Адвокат Андрей Савин предполагает, подобная схема использовалась не один раз. После того, как они продали это помещение, деньги распределили между этими прекрасными бухгалтерами-юристами за такие огромные гонорары, эти юрлицы ликвидированы. То есть возникает вопрос, да, это бизнес, это что, это нормальная повседневная хозяйственная деятельность такая? Не похоже. В любом случае, свою оценку представителям Следственного комитета еще предстоит вынести. Параллельно, как стало известно нашей телекомпанией, свою проверку деятельности РАО проводит и МВД. Весной этого года авторское сообщество и не только было взбудоражено известием. Глава РАО Сергей Федотов стал владельцем старинного замка в Шотландии. На какие такие отчисления, спрашивали композиторы, ждущие денег месяцами. Тот отвечал, я глава общественной организации, а не госчиновник, и мои доходы не ваше дело. Своё родство с шотландской стариной Сергей Федотов старался не комментировать, но за него лучше скажут официальные бумаги из британского земельного регистра. Вот она, купчая на замок Гранд, 15-го века постройки, с земельным участком в 14 гектаров. Цена 1 миллион пунктов. Имя собственника Сергей Федотов и его московский адрес. Наверное, на шотландских просторах лучше о российских авторах думается. А как наскучат зонные звуки-волынки, можно податься в шумный Лондон, где у Сергея Федотова, судя по этой справке, тоже есть отдельная жилплощадь. Мэнсфилл-стрит, самый центр английской столицы. Квартира приобретена за 5 миллионов 700 тысяч фунтов. По нынешнему курсу это 557 миллионов 980 тысяч рублей. Если вам не удастся застать господина Федотова в столице, то английская БТИ любезно предоставит еще три адреса в курортном городе Брайтон на юге страны. Первый дом куплен за 1 миллион 300 тысяч фунтов, второй за 2,5 миллиона фунтов. Цена третьего не указана. Мы могли понимать, да, что какое-то количество денег оседает на счетах РАО, и они тратят это на себя. Мы не знали, что в таких масштабах. Потому что я думаю, что это для всей страны было, когда начали вдруг показывать, печатать виллы, квартиры, дома на Рублевке. Это земельный участок в элитном поселке Никулина гора, приобретенный в прошлом году мамой и заместителем главы РАО Верой Федотовой. Хорошо знакомые с местными ценами риэлторы оценивают его стоимость в 16 миллионов долларов. Не то, что замок сына в Шотландии. На дорогущих рублевских землях сейчас идет активное строительство. А вот и еще один дом в другом престижном подмосковном районе, на Клязьме. Вдова Анатолия Поперечного, автора текста популярного шлягера «Домик, окнами в сад» и многих других советских хитов вспоминает. В то время авторские отчисления мужу были такие, что он говорил, вполне хватит и на домик, и на сад, и не только. Я посмотрела, 4-5 тысяч в месяц. Ты представляешь? А тогда «Жигули» стоили те же 4 или 5 тысяч. То есть каждый месяц мы могли покупать по машине. Она вынуждена была продать квартиру, чтобы поставить памятник на могиле мужа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова